МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребята, привет! Привет! Сегодняшний наш урок. Мы переместились на улицу. Я хочу вам просто сегодня показать, отвлектесь немного от лозоплетения корзин. Вот такую мы плетем сегодня арочку. Вот, на улице, для красоты. Я хочу вам показать, просто уже основание я сделал на калиточке. Такая калиточка. Вот. И здесь делаем арочку с лозы плетем. Поэтому смотрите, запоминайте. Вот. И учитесь плести такую калиточку. Я хочу вам показать, просто из основания я сделал шинки. Обычная шинка. И стоечки сделал вот с такой вот проволочкой. Она немного так мягко. Я хочу просто показать, как я ее зацеплял за шинку. Вот так вот, таким способом я, вот таким способом, загибал. Вот так вот. Сейчас я подойду, просто покажу к шинке. Вот таким способом. Вот так. И потом, придерживая плоскогубцами немножко, я таким способом просто наматывал на шинку. Вот так. И вот так. Вот таким. Потом здесь откусывал вот так. Откусывать, я всегда говорю, лучше всего кусачками. Это лишнее, просто я вам показал, как я здесь сделал. Сейчас мы уже, я ложу плоскогубцами, берем обычный секатор. Это нам не нужно. И будем опять работать, резать лозу обычным секатором. Вот у меня пучки лозы здесь лежат, я уже заготовил. С этих пучков я буду выбирать, где потоньше такие прутья. Сегодня мы будем работать уже с неваренной лозой. Она будет смотреться у нас красиво. На арочки. Вот. Я где-то тоньше буду выбирать. И будем начинать плести. Вот такими прутьями. На арке они будут красиво смотреться. Это, как я раньше вам говорил, шильга. Шильга, которую мне нравится очень ей работать. Вот я установил лестничку. Кстати, лестничка тоже сделана своими руками. Если хотите, я могу вам тоже устройство ее рассказать в дальнейшем. Поэтому возьму сначала один прутик с собой. Испробую лестничку. Устойчиво, хорошо. И начинаю по часовой стрелке мне удобно. Кто левша, удобнее ему будет отсюда начинать. Но здесь разницы нет. Вот таким способом мы будем зацеплять. Стоечки, ну, сантиметру можете делать. Вот еще раз. До десяти сантиметров можно делать. И смотря какой лозой оплетаете. Вот у меня немного подложит прут. Чтобы он... И обычным... Обычно вот так вот мы идем. Пока не закончится прутик. Вот здесь прутик закончился. Мы его так и оставляем. Обрезочкой будем заниматься потом. Потом пообразаем. Здесь нам сильно аккуратное плетение не надо. Вот здесь вот эти. Можно сейчас обрезать, можно потом. Как вам удобно. Обрезка все равно потом будет идти. Вот здесь прутик этот закончился. Я также без разницы этим же концом опять сюда вставлю. Вот так. И еще вот так вот просто зацепилось оно. И я обрежу снизу. Оно уже будет держаться. Без разницы там или кусочек прута вставляется. Или вот здесь. Можно взять отсюда. Здесь толстый. Значит, вот так вот. Начнем с тонкого. Здесь. Оно, когда издалека смотришь. Ленточка только выпускать будем. Не широкую сантиметру. На стоечку. Сантиметров пять-шесть. Получится ленточка. Вот где-то пропустил я. Вот так. Низкий я ростом. Не видно. Можно еще на ступеньку, конечно, выше подняться. Вот здесь уже оно закончилось. Я вам сейчас покажу небольшую хитрость такую. Вот если сюда. Вот здесь оно должно туда идти. Начинаем отсюда. Вот так. Вот так. Потом это еще оброжится. Вот так. И пойдем уже в эту сторону. Разницы нам нет. Здесь уже послойное плетение. Поэтому если где-то хвостик будет торчать. Ничего страшного здесь нет. Это у нас декоративное плетение. На улице. На природе. Сегодня мы с вами поработаем. Вот здесь закончился. А пока я его даже и образать не буду. Просто сюда вставлю. Захватываю. И все. И сюда. И здесь оброжу. Вот так. Потом все это пообразаем еще. Начинаем. Опять. Можно опять отсюда начать. Здесь вот так. Оно прожмется. Вот. Потом еще раз пройдем. Прожмется, прожмется. И все. Будет. Красота. И вот эту вот лазу. Уже которую мы заплетем. Ярочку сделаю. Уже мы будем покрывать. Лаком. Если лаком покрыть лазу сразу, которую мы плетем, она не будет высыхать. И будет все лето. Красавица такая. Не морщинистая. Здесь немного выскакивает. Поэтому начнем с этой стороны. Здесь нюансики такие есть, что придерживать надо. Ну, где длинные лазу сразу мы поотразаем. Что у меня потом. Можно и эту отрезать уже. Пока, кажется, секатор в руке. Начинаем опять же отсюда. Любыми кусочками лазы. Можно вместо шинки и проволоки сделать и деревянную основу. То есть толстый пруд сделали деревянный. Просверлили там дверки, повставляли деревянные колышки. И вот так вот здесь раз и установили. За то, что вы обратите внимание, что я сильно здесь не стремлюсь аккуратно сильно там вставлять где-то, что она торчит или что. Это декорация, которая на улице просто радует глаз, как обычное плетение. Любой заборчик, любая арочка. Я вот доделаю эту арочку и перекинемся мы с вами на оплетать клумбочку. Вот это потом прижмется все. Вот этим прутиком потолще сейчас берем. Потолще прутик. Вот он уже будет его держать. Здесь эту стоечку приподнять. Можно вот, чтобы она... Потому что проволочка, как мы бы не хотели, она скользит. Глаза скользкая, проволока скользкая. Но мы все равно добьемся своего. Это вишню цветки трогать не будем, пускай. Цветет вишенка. Время такое хорошее. Немножко дождик прошел. Недавно майская пора. Дождики пускай проходят. И начнется скоро грибная пора. Моя любимая. А сейчас, кстати, очень хорошо карач клюет. Кто рыбак? Самый хороший и клевый, это ранней весной. Можно большого карача зацепить. Ну, а пока мы занимаемся плетением. Кстати, карасящ отстыку все равно, раз уже начинал хорошо ловить на сходной луне. Поэтому обращайтесь за луной. Ну, вот опять здесь. Уже опять же здесь. Вот этим. Немножко так хвостики пускай торшат. Потом обрезочка будет. Вот так. Это один родок. Можно думать, что он у нас предпошлиний. Еще один родок зацепим. И все. Я сейчас спущусь на низ. Со своей лестнички. Кстати, на этой лестничке хорошо зацепляю кругом. И хорошо обирать вишню. Вот, сейчас один прутик возьму. Такой длинный найду. Чтобы уже обхватить по всей длине. Ну, вот, ребята, перешел уже на ту сторону. Взял длинный прут. Нам его должно хватить. Начнем отсюда. И этим прутом мы уже... Я его вставлю вот немножко. Я взял проволочки. Вот такой. Вот отмотали. Обычными кусачиками. Чик. Кусачики прелесть. И вот так мы здесь просто схватим, чтобы у нас уже ничего не выскочило отсюда. Просто стиснем обычной проволочкой. Вот так. Вот оно здесь уже держится. И пошли по кругу. Прижимая немножко. Как вы видите, уже плетение вырисовывается. Будет у нас готовая арка. Красивая, которая будет радовать людской глаз. Вот так. И сейчас мы опять же здесь прихватим. Вот так можно хватить. Вот таким способом. Опять же. Прихватываем. Все. Мы это прихватили. Один длинный хвостик он нам нужен. Все. Не выпуская кусачики уже с руки. Где тонкие хвостики. Я пообразаю. Вот так. И здесь пройдемся. Везде. По толще хвостики будем секатором. Потому что секатор... Когда идете в магазин выбирать секатор, берите с собой лозовый пруд. Толщиной из палец. И прямо в магазине испытывайте его. Режьте пруд. И по диагонали. И под 90 градусов, кажется. Какой вам понравится, такой и покупайте. Секатор вешеным не бывает. Поэтому. Так, как и эта арка. Но я знаю, что она нам прослужит, если покроем лаком. Она нам прослужит не меньше пяти лет. Если ежегодно покрывать лаком будем. Сейчас прямое простое плетение так заканчиваю. Сейчас нарежу таких лозы прутьям сантиметров по 40. И вставлю еще для красоты прутья. Посмотрите, как я это делаю. Вот, ребята, мы наготовим таких прутиков. Это работа быстрая. На рыже. Если где-то диаметр немного неодинаковый, ничего страшного. Сейчас мы будем уже вставлять стоечки сюда. Я сейчас еще здесь подрежу с этой стороны тоже лозу. Также к кистой образов зерешнее торчить. Образаем. Все. У нас плетение такое мы сделали. Теперь берем вот такие. Здесь можно любой длины. Можно по шее разделать, то есть по длине и стойку. Как вам понравится. И сделаем такое солнышко по типу. Вот отвертышкой мы будем самое главное первую закрепить. сюда вставили. Опять же отвертышкой помогаем. Вот здесь вставили мы и я возьму еще кусочек проволоки. Опять же обычной проволочкой проволоку. Какая-то проволочка стальная. Что даже кусачки не берут. Стальная, но мягкая. вот таким способом мы еще примотаем. Немножко захватим. она падает. Вот так просто как говорится для подстраховки. Можно чем угодно провязать. Это разницы нет. У меня под руку попала такая проволока. хватил. Вот теперь отвертышкой через стоечку. Через стоечку и сверху стоя вот этого стоечки будем вставлять. вот так. Сюда отвертышку вставляем направляющую чтобы та струточка зашла. Вот так. Немножко надо повозиться конечно. Вот так. и сейчас это сюда заходит. Уже отвертышку можно доставать. Все одна стоит. Сейчас следующую покажу. И так будем идти по кругу. По кругу. Вот сюда вставляем уже. Вот здесь без отвертышки обойдемся. Наверное. И наверх на этот и сюда уже. Здесь будем подправлять опять же отвертышкой. Направлять. Если мешает заходить отвертышкой направляем. Вот таким способом. Вот так. Теперь следующую также берем и будем идти по всему кругу. Сейчас я вас застру внимание, что уже вот здесь мы снизу вставляем вот так радужком. Радужком вставили и получается такое солнышко. А здесь сверху прутика этого. Опять же надо подняться повышенной. уже вот так. Немножко неудобно, конечно, никуда не спешим. наслаждаемся свежим воздухом и делаем все это для удовольствия и с удовольствием. Вот так сейчас пойдем по всему кругу. Сейчас уже заканчиваем мы такое декоративное чудо. Осталось нам совсем немножко. Сейчас в конце тоже так вставим. И последнюю нам надо будет закрепить здесь как-то. закрепить нужно любым способом. Проволочкой провязываем еще, чтобы она не выскакивала. Вот так. Поправим. Где-то у меня проволочки был кусочек. Сейчас я спущусь быстренько. прихватим. Вот Прихватывать можно так получаем. закреплено. Все. Закреплено. Здесь она нам не будет мешать никому. вот такая арочка получилась. Здесь еще можно отрезать вот эти хвостики. Немножко где повыскакивали. Можно отрезать их. Почти ничего. Ничего страшного если он будет даже торчать. вот такую арку мы сегодня с вами сделали. Подписывайтесь на инстаграм канал на ютуб-канал. До новых встреч!